Дорога с душком. Жители сразу нескольких сел в Суздальском районе вынуждены колесить по трассе, залитой отходами жизнедеятельности коров. Устье зловой на реке на территории племзавода Порецкая, которая располагается недалеко от проезжей части. Проблема существует не первый год, но ни власти, ни надзорные органы не обращают на нее внимания. Из Суздальского района репортаж Алексея Идутина. Поехали по голову. Вот так вот мы едем по какашкам. Вот так вот мы едем по какашечкам. И так после каждого дождя, жалуются автолюбители, единственная дорога, которая ведет к селу Мордыш и Заполицы, утопает в отходах от жизнедеятельности коров. Выливается говно прямо на дорогу. Коровье какашечки, пожалуйста, прямо на дороге. О, машина ездит. Все едут, всем по***ть. Понищи невозможно прям, дышать не вечером. Течет зловонная река сверху, с территории племзавода Порецкая. По словам местных жителей, коровьи отходы накапливаются на вершине склона и постепенно стекают вниз. Руководство фермерского хозяйства реагирует на подобные исходы. Меры после таких подтоплений принимаются, но проблема не решается. Я дождался директоров, которые подъехали сзади меня и немножко ухмыльнулись, посмеялись и уехали, так скажем. Естественно, подъехал потом через некоторое время трактор, который начал разгребать все это дело. У них произошел этот контентент, да, они просто все дело смяли и вот она вот все лежит на обочине. На обочине это все лежит и сегодня. И даже когда сухая погода держится не первый день, остатки фекального потопа видны невооруженным глазом. Автолюбителям, которые здесь ездят регулярно, остается только посочувствовать. Такая машина, знаете, как пахнет потом? Хотя моешь, моешь ее, на мойку заедешь, и все равно воняет. Машина потом воняет. Машина воняет. Круто воняет, да. Как часто мыть приходится. Ну, как только дождик. Проблема в трубе, говорят селяне. И если раньше зловонная река уходила через металлический сток и текла под дорогой, то со временем он забился. Трава там, всякие там, отходы всякие, то есть они забивают трубу, они вовремя не почищают эту трубу. И получается, все это дело вытекает, когда на момент, да, на дорогу. Фермеры уверяют, предпринимают все меры, чтобы не портить людям жизнь. Отходы жизнедеятельности коров увозят на утилизацию с помощью спецтранспорта. Выкопаны ямы, углубленные, поставлены насосы, откачка происходит регулярно, плитами все оборудовано, чтобы не было размывания грунтов при ямке. На дорогу, если и попало, это случайно из-за ливня. По словам жителей села, эти меры неэффективны. Проблема как была, так и остается. Люди говорят, что с этим столкнулся даже бывший губернатор Николай Виноградов. Его автомобиль, объезжая из лавонной лужи, улетел в Кювет. Так не должно быть, что люди страдали от того, что что-то происходит. Вам что проще, сделать это сооружение как-то по правилам? Дело в том, что сооружение соответствует ГОСТу, мы его построили. Я понимаю, по ГОСТу. А поддержание этого сооружения требует капиталовложения финансовых, которые сейчас общество на данный момент, к сожалению, не располагает. Проверяла племзавод и природоохранная прокуратура. Правда, интересовал сотрудников надзорного органа не на ВОЗ. Природоохранная прокуратура проводила с проверкой СПК Порецкая на предмет соблюдения имя ветеринарного законодательства. То есть захоронение так называемых скотомогильников. Были выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Директор племзавода СПК Порецкая привлечен к административной ответственности и оштрафован. Фермеру выписали штраф в 20 тысяч рублей. Теперь сотрудники природоохранной прокуратуры должны снова наведаться на ферму, чтобы узнать, не угрожает ли зловонная река экологической катастрофой. Алексей Дудин, Максим Самсонов, 6 канал. Задержали наркодилера. Им оказался 39-летний гражданин Украины Геннадий Майер. У него изъяли более полутора килограммов спайса, которого хватило бы на 38 тысяч доз наркотика. Задача Майера состояла в том, чтобы переправлять из Москвы спайс в больших объемах, а у Владимира его фасовать и делать закладки. Ежедневно наркокурьер оставлял в тайниках от 150 до 200 граммов курительной смеси. Майер был задержан с поличным, когда делал очередную закладку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Теперь ему грозит срок до 10 лет лишения свободы. На время предварительного следствия он заключен под стражу. Диабет не приговор. Тем не менее больных с каждым годом становится больше. За последние 5 лет во Владимирской области выявлено около 7 тысяч новых диабетиков. Что нужно знать о болезни, чтобы она не омрачала жизнь? С врачами и их пациентами пообщался Василий Косенко. Сегодня было 13 дней. Это много. Два раза в день Роза Киямова проверяет уровень сахара в крови. При высоких показателях надо будет делать укол, а при низких съесть что-нибудь сладкое. На инсулине женщина уже несколько лет препараты она получает по льготам, а вот полоски для тестов покупает сама. О том, что у нее сахарный диабет, не знала, пока не пришла на обследование после воспаления легких. А когда получила серьезную травму, уровень сахара начал зашкаливать. При этом раньше никаких симптомов диабета не чувствовала. Никаких вообще не чувствовала. Вообще ничего не чувствовала. Но я заметила, когда расстраиваешься очень сильно, то сахар очень сильно повышается. Или вот когда получаешь травму. У меня лично после травмы так повышается сахар. Или делают вот блокаду, мне два раза делали в сустав. Только за один год в области выявили около трех тысяч новых диабетиков. Все чаще заболевают молодые люди и даже дети. Всего же в регионе зарегистрировано более 44 тысяч больных с сахарным диабетом. По информации медиков, в реальности заболевших гораздо больше. На одного выявленного пациента два человека живут с диабетом и не знают о своем диагнозе. То есть, предположительно, диабетом страдают около 150 тысяч жителей области. Во Владимире регулярно проводят акции по выявлению новых заболевших. Работают мобильные лаборатории. Среди первых симптомов диабета – хроническая усталость, постоянная жажда и голод. Вылечить заболевание нельзя, но жить с ним можно и без осложнений. Без инсулинотерапии, считают участники конференции, лечение невозможно. Хотя не менее важны и диета, и здоровый образ жизни. Когда встает вопрос об инсулинотерапии, это воспринимается очень трагично, не всегда адекватно. С этим сталкиваются даже люди с медицинским образованием. Некоторые больные лечатся, но результата нет. Чаще всего это происходит из-за того, что пациент плохо знает свое заболевание. Но заполнить все пробелы возможно. Вот уже несколько лет в Владимире существует образовательный центр «Поговорим о диабете». Там с помощью интерактивных карт диабетики получают всю необходимую информацию. Эти все мифы как бы развенчиваются. И в то же время человек, он включается в беседу, он понимает то, о чем говорит доктор. И уже вот этот конструктивный диалог, он приводит к тому, что лучшее, конечно, усвоение информации идет пациентам. Продолжительность жизни больных может быть даже выше, чем у здоровых, говорят врачи. Но только в случае постоянного наблюдения у специалиста, считают участники конференции, опасность диабета заключается не в необычном уровне сахара, а в том, что эта проблема приводит к поражению сосудов. Но осложнений можно избежать. Они именно развиваются у пациентов, которые не компенсированы, не знают, что делать со своим диабетом, не знают, как контролировать сахар, не знают, что делать при высоком сахаре, при низком сахаре. Если же пациент все это умеет, то это уже залог, в общем-то, его хорошей жизни. Вот и Роза Киямова сетует. Список ее любимых продуктов теперь сильно сократился. Да и лекарства приходится принимать ежедневно, чтобы сахар был в норме. Но даже диабет не мешает женщине ежедневно ходить на работу и заниматься любимым делом. Василий Косенко, Артем Горчаков, 6 канал. На финише призывной кампании сегодня состоялась одна из последних в этом призыве отправок в армию. За весну область должна была поставить в ряды вооруженных сил 1600 парней. И, как выяснилось, Владимирские военкоматы с этой задачей справились. Как провожали служить сегодня, увидел мой коллега Александр Инин. Слезы текут рекой и у мамы, и у девушки. И не сразу поймешь, это слезы разлуки или слезы радости от гордости за сына и за своего парня. Мечтал о флоте, и вот мечта сбылась. Много выборов было. Ну, с детства как-то нравились вот эти вот моря всякие, корабли. Решил выбрать вот этот военно-морской флот. У мамы, Ольги Владимировны, и в мыслях не было отговаривать сына от армии. Готовила к ней Дениса с детства. Ну, настраивала, как бы, все равно, что мужчина должен это пройти курс бойца. Да, как сказать, мужской долг исполнить перед Родиной. Кроме Дениса, еще девять парней из Владимирской области уезжают сегодня в Севастополь. Служить будут на кораблях Черноморского флота, которые носят имена наших городов. Владимирец, Ковровец, Муромец, Суздалец, Александровец. Область шествует над этим соединением уже 18 лет. Командование флота опровергает мнение, что из-за нехватки «Горючего» сегодня можно отслужить год на корабле, но так и не выйти в море. Ну, это все в прошлом. То, что рассказывают, что я на «Горючего» корабли выходит постоянно в море, несут боевое дежурство на границах территориальных вод. Это одна из последних отправок в армию. Весенний призыв 2015 подходит к концу. Владимирская область с ним справилась. Мало того, мы готовы поставить Родине солдат и матросов даже больше, чем нужно. Поэтому этой весной ушли служить не все, кто должен. Некоторым дали погулять еще полгодика. При задании немногим больше 1600 человек на настоящий момент решение о призыве принято в отношении более чем 1800 человек. И ввиду того, что задание выполняется в полном объеме, все команды укомплектованы, было принято решение призывными комиссиями о переносе призыва в больше чем 200 человек на осень 2015 года. Что касается этой отправки, военком сказал, что за почти 20 лет шефства над кораблями Черноморского флота на наших призывников не поступило ни одной жалобы. И хорошо бы, чтобы так было и впредь. Помимо будущих моряков, здесь еще 30 призывников. Год службы для них пройдет в войсковых частях Москвы и Калининграда. Александр Инин, Евгений Токарев, 6 канал. В продолжении выпуска коротко о некоторых изменениях, которые вступили в силу сегодня, 1 июля. С 1 июля в области традиционно дорожают коммунальные ресурсы. В частности, электроэнергия теперь в среднем по области будет стоить 3 рубля 78 копеек за 1 киловатт час в пределах социальной нормы и 4 рубля 47 копеек сверх социальной нормы. За кубометр холодной воды мы будем платить 23 рубля 38 копеек. За кубометр водоотведения 21 рубль 39 копеек. Рост тарифов в целом не должен превышать 9%, но в отдельных муниципальных образованиях он может составить чуть больше 11. Добавим, тарифы на жилищно-коммунальные услуги традиционно повышают летом, когда у большинства граждан в платежках отсутствует самая затратная строчка – за отопление. Видимо, расчет на то, чтобы потребители не слишком почувствовали очередной финансовый удар по своему бюджету. Зато проезд в общественном транспорте с сегодняшнего дня будет обходиться жителям Владимира дешевле. Правда, касается это только автобусов 5 и 36 маршрутов. Вместо 18 рублей за одну поездку теперь придется заплатить 16. Представители транспортного предприятия таким образом хотят привлечь пассажиров, но не исключают, что сами уйдут в убыток. В 1 июля за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде будут привлекать к уголовной ответственности. Согласно изменениям правилам дорожного движения, у пьяных водителей-рецидивистов не только отберут удостоверение на 3 года, их еще и посадят в колонию на срок до 2 лет. Нарушение считается повторным, если с момента предыдущего прошло не более 12 месяцев. К лицам в состоянии опьянения будут относиться также те, кто, управляя автомобилем, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также водителям нужно знать, что с 1 июля более жесткими становятся требования к перевозке групп детей. Срок эксплуатации транспорта, на которых перевозят маленьких пассажиров, не должен превышать 10 лет. Машина должна иметь доступ к дорожному движению, то есть пройти техосмотр. У нее должен быть тахограф и прибор спутниковой навигации. Из ранее установленных требований детей нельзя вести больше 4 часов, если их возраст меньше 7 лет. Если продолжительность поездки больше 3 часов, в автобусе должны быть продукты питания, а на междугородних перевозках медицинский работник. Как в 33 регионе используются земли сельхозназначения? Сколько потерял бюджет за снижение кадастровой стоимости земель? На эти вопросы сегодня ответит заместитель губернатора области, директор департамента имущественных и земельных отношений Елена Мазанько. Сегодня она гость студии 6 канала. Елена Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Итак, первый вопрос. Давайте определимся, какова площадь земель сельхозназначения у Владимирской области и сколько из них не используется по назначению. Я, наверное, прежде всего правильно буду сказать, сколько у нас вообще всего земель в области. 3 миллиона гектаров земли. Из них 34% — это земли сельхозназначения, около 1 миллиона гектаров земли. Из сельхозназначения 560 тысяч гектаров — это пашни. И вот сейчас я вам назову буквально две цифры, которые являются очень важными. 560 тысяч гектаров земли — это пашни. Из них используется по прямому назначению только 270 тысяч. Ну, скажем, половина. Все остальное либо не используется, либо используется не по назначению. Этот вопрос очень актуальный, и наш губернатор Светлана Юрьевна Орлова этому придает огромнейшее значение, потому что земли сельхозназначения — это невосполнимый ресурс. И мы провели очень глубокий анализ, и у нас получилось, что 110 тысяч гектаров земли сельхозназначения не используются более 10 лет. А как они используются? Никак. То есть просто стоят? Они просто стоят, просто не используются. Граждане как. Если была такая политика, все было доступно, они приобретали по цене, как я вам сказала, это очень низкая цена, они приобретали земли сельхозназначения, потом обращались в органы местного самоуправления, и эти земли сельхозназначения включались в черту населенных пунктов, и они автоматически становились уже землями населенных пунктов. Вы представляете, какая капитализация? Ничего не надо делать. Ты их перевел, и ты уже продаешь не как сельхозназначение, где 2,61 квадратный метр, а ты продаешь уже как минимум один квадратный метр более 500 рублей. С 2009 года по 2014 в землю населенных пунктов было включено 54 тысячи гектаров земли сельхозназначения. Вы понимаете, это огромнейшая цифра. Поэтому это был определенный бизнес, и я хочу сказать, когда мы стали активно очень все заниматься, и органы местного самоуправления, и муниципальный контроль, и государственный контроль, сейчас многие изъявляют желание, что избавиться от этого земельного участка. В прошлом году у нас было 10 земельных участков, которые мы изъяли у собственников. Там тоже есть определенная процедура. К нам обращается Россельхозназор, что земельный участок используется не по назначению, и все это земельный участок, он изымается. К сожалению, не был ни один земельный участок продан, не было желающих. Фактически их уже использовать нельзя. Почему? Потому что для того, чтобы их использовать, безусловно, их нужно привести в первозданное состояние. Иногда это бывает, что затраты, связанные именно с обработкой этой земли, для того, чтобы привести ее с целью обработки, это стоит гораздо больше, чем сам земельный участок. Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, так вот если вы говорите, что эти земли уже в таком запущенном состоянии, вот люди, может, поэтому не хотят их приобретать, что они не знают, как их обрабатывать? Нет, ну как их обрабатывать? Нужно просто делать выкорчевку, вот, поэтому вспахать. Это, конечно, нужны деньги, но тому будет стоимость покупки земли другая. Вот понимаете, как мы говорим, вот 110 тысяч гектаров земли, которые у нас не обрабатываются более 10 лет, и собственник, он не несет никакой ответственности. Только вот мы хотим, чтобы собственник нес в чем ответственность? Приведи ее в нормальное состояние. Не за счет государства, а за счет своих собственных средств, чтобы ему экономически это было невыгодно. Вот тогда я подумаю, что на самом деле, если это будет норма прописана в законе, тогда ситуация коренным образом изменится. Второй вопрос, который я хотела бы рассмотреть, это изменение кадастровой стоимости земли. Сейчас она уменьшилась, и вот в результате что мы получили за это? Да, вы знаете, в прошлом году тоже было такое совещание, вела его наш губернатор Светлана Юрьевна Орлова, и когда были озвучены цифры, у нас с 2013 по 2014 год было изменение кадастровой стоимости более 30 миллиардов рублей. Консолидированный бюджет области недополучил 400 миллионов рублей. И когда главы все это увидели, слушайте, и получается, что у нас изменение кадастровой стоимости, это приобрело для оценщиков, это определенный был бизнес. Изначально, когда заказывали, у нас же существуют две стоимости, рыночная и кадастровая. И по законодательству, если в комиссию приносишь рыночную стоимость, то автоматом, раньше было автоматом комиссия, кадастровую стоимость приравнивает к рыночной. Но это было в корне неправильно. Поэтому они голосовали, что все, позагни, разве... Они никто никогда не анализировал, а какой же был отчет представлен оценщиком. И когда заказывали оценщику, четко стало должно идти снижение кадастровой стоимости. Значит, вознаграждение, все зависит от того, насколько ты снизишь. Эти же факты, они зафиксированы. Поэтому я должна сказать, что в этом направлении у нас тоже очень жесткая политика. Политика очень жесткая губернатора. Сейчас у нас пересмотрена комиссия в Росреестре. Сейчас коренным образом она работает совершенно по-другому. Я назову за пять месяцев цифры. 170 дел было направлено заявление в кадастровую палату о пересмотре. 90% в 165 случаев отказано. Потому что те отчеты, которые предоставляют, но они не имеют права вообще существовать. Например, оценивается земельный участок, к примеру, в Суздальском районе. Аналог берется где-нибудь там в Вязниках. Разве это аналог? У нас, кстати, меняется судебная практика. Если раньше Росреестр отказывал на комиссии о том, что мы отказываем вам в пересмотре, юрлица подавали в суды. И в суды все есть. Рыночная стоимость, они сразу приравнивали. Кадастровая равнялась рыночной стоимости. Сейчас пошла новая судебная практика. И это тоже очень хорошо. Сейчас суды приглашают в качестве ответчика членов комиссии. И в случае, если видят, что большие расхождения, они назначают экспертизу. Экспертизу отчета. Никогда никто этого не делал. Но это же тоже очень здорово. Спасибо, Елена, за интересную информацию. Но я напомню, что только что мы беседовали с заместителем губернатора области Еленой Мазанько. Вернулся с медалью. Владимирский боксер Саддам Магомедов стал бронзовым призером первых европейских игр в Баку. Наш спортсмен провел пять боев и лишь в последней полуфинальной схватке уступил представителю хозяев соревнований. О своих впечатлениях с международного турнира и перспективах выступления Саддама Магомедова за Владимирский регион расскажет Алексей Соков. Выбил бронзу международных игр. В карьере Владимирского боксера Саддама Магомедова первые европейские игры пока самые престижные соревнования. Дойдя до полуфинала, наш спортсмен уступил лишь представителю хозяев соревнований азербайджанцу Абдулкадиру Абдулаеву. Сам Саддам тот полуфинальный бой вспоминает с небольшим разочарованием. Владимирский боксер был готов на 100%, но сопернику помогали стены, да и тактика неожиданная выбрана была. Мне изначально тренера говорили, что он в основном силовик, идет вперед, будет рубиться, стараться будет подламывать. Я вот думал, что встречать будет его, работать вторым номером. А потом, как вышел, он начал совсем другую тактику подобрал. Начал двигаться, вторым номером работать. Как итог, минимальное поражение по очкам и бронза первых европейских игр в весовой категории до 91 килограмма. Тренер Саддама Вазген Егекян наблюдал за боем своего ученика с экрана телевизора. С его точки зрения, владимирский спортсмен мог рассчитывать на победу. Саддам гораздо больше очки набирал, чем мы. Но в суде только третий раунд ему дали. А он выиграл второй и третий раунд. Но я вам скажу, чтобы Саддам мог бы и первый раунд выиграть, и второй раунд ярко выиграть. Сегодня Саддама Магомедова чествует власти. Владимирский спортсмен не скрывает. После таких ярких побед ему стали поступать заманчивые предложения из других регионов. Там и условия для тренировок хорошие, и зарплата. Получается, Владимирская область может потерять еще одну восходящую звезду спорта. Мы, естественно, говорим о том, что мы можем сделать в соответствии с нашей бюджетной обеспеченностью. Но для нашего уровня те мероподдержки, которые предлагаются, в данном случае, они будут вполне достойными. Мы полагаем, что для Владимира Саддама это будет основой для того, чтобы будет выступать, продолжать выступать за Владимирскую область. Какова поддержка будет в денежном выражении, вице-губернатор не уточнил, но готов помочь и город. Безусловно, предложения будут, но сейчас совместно с федерацией порабатывается специальное положение для него, чтобы вознаградить специальным премиальным фондом от федерации от города с тем, чтобы оставить известного спортсмена тренироваться именно на нашей Владимирской земле. А ведь перспективы у Саддама Магомедова очень хорошие. Медаль на европейских играх дает возможность выступить ему на грядущем чемпионате мира. А там и до Олимпиады в Рио-де-Жанейро недалеко. Алексей Соков, Константин Миронов, Шестой канал. И сегодня вице-губернатор по соцполитике Михаил Колков поделился результатами встречи с коллективом Владимирского торпеда. Напомню, прошлый сезон торпедовцы завершили на восьмой строчке турнирные таблицы зоны Запад 2-го дивизиона. Хотя задача стояла попасть в пятерку. Михаил Колков назвал сезон провальным, а игру владимирских футболистов хорошей, но неровной. Именно этим объясняется смена главного тренера. Кстати, сегодня владимирские футболисты провели первую контрольную встречу под руководством Евгения Дурнева. Игра завершилась победой черно-белых 2-0 над футбольным клубом «Химик» из Дзержинска. Уже в июле стартует новый сезон первенства России в зоне Запад. Учредители в лице областной и городской администрации конкретные задачи перед клубом не поставили. Главное показывать хороший футбол и возвращать на стадион зрителей. Но на прямой вопрос журналистов о том, что если торпеда по итогам сезона займет верхнюю строчку, вице-губернатор дал обещание. Могу сказать одно. Если мы покажем результат, который даст нам возможность выйти в первую лигу, то мы и учредители команды, я вас уверяю, и губернатор, будем стараться сделать все, чтобы по финансированию мы всем необходимым позициям соответствовали. Потому что мы своим футболистам желаем только победы. Прямо сейчас еще немного полезной информации, прогноз погоды. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова